Десять семей беженцев с Украины нашли пристанище в нашем городе. Северодвинцы помогают материально и поддерживают морально. Но у тех, кто покинул свою родину, еще много проблем. Всего больше тысячи беженцев с Украины поселились в Архангельской области. Страшно, но тем не менее. Другого выхода мы не нашли. Александр с семьей бежали из горячей точки. В Северодвинске уже два дня. Вчетвером живут в одной комнате у родственников. На свое жилье нет средств. В родном Светлодарске осталась трехкомнатная квартира, машина, работа, а также близкие родственники. Чтобы попасть к родным на север, семья Кожевиных проехала 9 блокпостов. Но на таможне встретилось с препятствием. Навстречу едет БТР, вооруженный все до зубов. Встал возле нас, орудие развернул. Думаю, сейчас бах, и все, и нас как бы уже и нет. Ну, вот это может повезло в том плане, что этот водитель сам приобрел машину по доверенности. У него номера были западной Украины. Может, они еще какое-то снисхождение сделали. Всего в нашем городе проживает 25 человек, бежавших с Украины. Из них 10 детей. Чтобы устроить ребенка в школу или детский сад, достаточно обратиться в управление образования. А взрослым надо встать на миграционный учет для получения статуса временного пребывания. Что он дает, этот статус? Это, прежде всего, возможность получить медицинскую страховку, медицинский полис, как самим взрослым, так и на детей. И, соответственно, будет оказываться бесплатная медицинская помощь. Второе – возможность трудоустройства с таким статусом. Также всем беженцам с Украины помогают материально. А это 10 тысяч рублей. Выдаются талоны на продукты и на проезд. Северодвинцы могут приносить вещи первой необходимости в Красный Крест.